привитос амигос все чаще я вижу какие-то тревожные комменты под видосами типа играл играл качал качал дошел там до какого-то 9 левела и счет приуныл там ну или до восьмого там некоторые некоторые раньше приунывают некоторые сразу унылые приходите потому что танки перестали пробивать друг друга в лоб приходится стрелять фугасами на фугасах руль только 90 м с и остальные ему сразу проигрывают поэтому то есть людям не нравится что танки перри не пробивают друг другу в лоб с полным дамагом на топовых уровнях но это все будет на далеком девятом левеле а сейчас на седьмом лямку унылости в одно лицо тянет челленджер один который единственный наверное хуже всех пробивается в лоб на своем левеле с тех пор естественно как его апнули запаяв ему вот эту форточку в котором пробивался просто идеально всеми подряд теперь какие есть варианты борьбы с этим танком продолжать ему также насыпать в командирский люк по 3 урона либо стрелять ему по фарам за фарами у него находятся топливные баки вот и есть хороший шанс то есть если не с первой плюхи то со второй его поджечь однако на большом расстоянии это не прокатит потому что тут зоны в которые он пробиваются в бак тут где-то примерно 4 пикселя на 5 то есть ну грубо говоря то есть надо ровно фару попадать не знаю почему так то есть если челленджер стоит от вас на приличном удалении он будет ерзать лево вправо и вы просто напросто в эти фарки ему не попадете кто-то говорит что надо пулять фугасом честно фугасом пока еще вообще ни разу не поджечь его не удалось хорошо только от арты он загорается это что есть то есть несмотря на то что такой неуязвимый танк на седьмом левеле всего один его унылость распространяется на бои просто капитально потому что даже одной машины слишком много потому что слишком много людей на ней играет просто очень дохрена где-то ну треть команды с челленджеров стабильно можно видеть это все потому что люди прохавали фишку что тут небольшая халява здесь нет шестого левела в европейской ветки европейских у бт у марата шишкина сразу переходит с пятого на седьмой причем нет бы разработчик сделал что хотя бы опыта чтобы на прокачку седьмого левела нужно было столько же сколько из шестого на седьмой однако для того чтобы получить в этой ветке седьмой левел нужно опыта столько сколько нужно на шестой надеюсь я понятно объясняю то есть грубо говоря халява на половину халява то есть если допустим на 72 а примерно надо ну так образно образно выражаясь нужно 500 тысяч опыта на т-80 миллион то на челленджер один нужно не миллион а 500 тысяч то есть за 500 тысяч опыта берется танк седьмого левела это абсолютно халявно поэтому их очень очень дохрена они всех там достали вот сам танк называют унылым еще потому что типа он дескать никого в свою очередь не пробивает но надо отметить что в первую очередь этот танк сражается с другими челленджерами а челленджеров не пробивает никто практически даже не имеет смысла стрелять вот это окошко мехвода что обычно крайне эффективно почему-то окошко мехвода на т-80 пробивается просто идеально на абрамсе но пробивается нет не так на абрамсе она пробивается идеально на т-80 она еще и с бонусом пробивается еще с повышенным дамагом насти который такой желтенький отлетает там и крит идет по мехводу и дамаг повышенный а вот почему-то на челленджеры если закинуть снаряд вот в это окошко ничего не происходит вообще ничего не знаю почему как раз казалось бы вот напрашивается уязвимое место там сделать но почему-то его там нет что до пробития снаряда туда действительно как говорят пробой какой-то такой самый наверное самый не самый он у меня абрамс стоковый поэтому него пробиваемость хуже но вот у т-80 ну т-80 понятно топ пробиваемость аж 500 но о чем я уже ранее говорил то есть смысла в пробиваемости в этой игре нету ты либо стреляешь по уязвимым местам и пробиваешь либо не стреляешь по уязвимым местам и не пробиваешь и неважно сколько у тебя снаряд там пробивает то есть т-80 не пробьет никуда челленджер в лоб кроме как вот на треть дамага в люк и и за пару это это уже проверено хотя конечно пишут мне что через раз можно пробивать нижний лист я не знаю кто этот через раз через раз я даже оставил эти гиблые попытки куда-либо пробивать причем челленджера так классно апнули сейчас я вам что в общем то он пробил он не пробивается в нижний лист даже когда у него это защита не одета вот реально его в нижний лист не втащить ему по крайней мере я не помню пробовали это на т-80 но на другом челленджере нижний лист его не пробивается я просто прифигел от такого положения дел то есть ладно апнули но не настолько же яростно когда я взял челленджера это было еще до того как его апнули я вышел в бой без вот этой брони на нижнем листе меня там так от гэнг бэн гнулись что я не знаю порно звездам и не снилось значит поэтому пробой хрен с ним урон 438 ну такой довольно но дамаг на на уровне всех остальных в общем-то танков и в плане дамага из о бт выбивается только советские танки у них дома всегда завышенный в счет того что они дырявые коры тогда все остальные хуже пробиваются более живучий поэтому них дамага меньше но смотрите челленджер челленджер пробивается куда в маленькие фары это без дамага будет просто пожар танк загорится и будет получать по 70 урона в секунду по 70 по 80 что согласитесь семечки на самом-то деле ты 80 успешно прохерачивается в нижний лист чуть повыше можно долбануть куда-то в район оптики мехвода если торчит только башня пожалуйста к вашим услугам стопроцентный дамаг который зайдет в командирскую башню то есть дырявые как знаете такие колготки американской шлюхи из 80-х годов знаете такую в сеточку блять вот такой же дырявый собственно и т-80 поэтому кто не кричит что это лучший об этом на седьмом левле я не знаю за что вы его любите вообще значит а также что мы на что можно обратить внимание то что у челленджер 2852 здоровья то есть это маус седьмого левла ну а бронса еще модификацию не ставил но него жизни недавно порезали так в образу лобруса тоже было дохрена и дохренище здоровья примерно косарь больше чем у т-80 но порезали теперь у него прочность 200 до 200 2 235 но если ему поставить еще оборудование на защиту то есть вот щиток и дать ему еще 10 процентов то это будет еще плюс 220 здоровья и все равно он будет на 400 прочности меньше иметь чем челленджер то есть челленджер но и плюс а бронса конечно пробивать еще в лоб можно в отличие челленджера это тоже вносит свои коллективы ну и конечно же лучший танк по мнению чуваков из комментов под моими видосами т-80 имеет здоровья сколько даже 2000 не имеет 1800 его потолочек ну можете конечно вместо универсального в универсальный слот место оборудования сведения поставить ему защиту получить еще 180 здоровья и все равно у него еле еле только тогда он за 2000 жизни перевалит но не знаю то есть по моему как то маловато в целом челленджер естественно медленный потому что он весь закон в броню то есть иногда в борт стреляют и пишут почему челленджер даже в борт не пробивается но вот посмотрите внимательно какая хренатень у него бронированный висит на бортах то есть вот в эту лучше не стрелять снаряд ну т-80 может пробьет я не знаю остальные остальные так точно ловить не еще вот только вот здесь вот в заднице пробивается и вот здесь надо вот этой вот вот этой деталью но это опять по моему будет пожар без дамага это максимум что вы добьетесь вот вашим услугам вот пердобак это надо было в баке не знаю цемента ему залить тогда бы и он и жопу наверно не пробивался короче танк абсолютно неуязвимый и их ну почти неуязвимый и их в рандоме очень очень много и поэтому бои очень и очень унылые седьмой левел сейчас люди полностью проходят в пве как я понял да ну нажимаешь на сражение да и ждешь там какое-то время нажимаешь на сражение пве и заходишь сразу то есть что что это значит что в пве на седьмом левеле людей играет больше чем в пвп вот к чему привел результат а по челленджера зато главное нытики заткнулись но действительно надо было конечно заварить я вообще сторонник того чтобы на башнях люки у всех танков пробивались третью дамага вообще любые люки т-80 не исключение почему челленджера треть дамага у т-80 полный дамаг челленджер должен пробиваться вот в это окошечко вот и то если вот туда прям в стекло попадешь но никак не блин вообще в никуда то есть какое-то уязвимое место у него должно было быть и и явно вот это окно просто я не знаю почему все в оптику пробиваются кроме челленджера ну что это такое челленджер избранный просто ладно давайте поедем проведем пару унылых боев что ли значит куда ехать на челленджеры в боях я предпочитаю ехать пользоваться ситуацией той что его хрен кто куда пробивает надо ехать в самые такие места где обычно команда стадом стоит заторе то есть стоят и тупят кстати странный бой что-то у нас челленджеров мало зато у них он целых четверо ну естественно советских танков регулярно в боях бывает куда больше чем челленджеров и регулярно большая часть из них сливается вообще не нанеся дамага потому что пвешники вот тут без перемен в общем надо танковать челленджер должен танковать если вы увидите в команде у себя челленджер который стоит на базе в кустах или вообще где-то в кустах смело расстреливать его в пердильник за это мне кажется даже банить не должны вот потому что ну на таком танке ну грех вообще стоять и чё-то тупить и еще что спасает челленджер седьмого левела это то что нету в игре арты седьмого левела была бы сау седьмого левела челленджеры бы горели как спички как это как горит ариета да я сколько раз уже своей артой возник паладином поджигала риету она вспыхивает просто моментально в секунду а тут арты нету поэтому челленджер почему-то он в такой в безопасной зоне оказался может когда эти админы и ведут арту седьмого левела за почему сразу сделали да почему арта прыгать через ступеньку вот и челленджер конечно начнет тогда немножко страдать а пока он пока он просто как у христа за пазухой танки не пробивает птуры не берут арты тупо нету мой прицел поврежден это был попадание т-80 без дамага с его то шикарным пробитием в 500 миллиметров тур летит смотрите тур вообще даже не взорвался видимо просто звякнул наверное отвалился от корпуса вот в свою очередь выстрел по крыше т-80 к чему привел 543 дамага желтенького повышенного да у меня дамаг сколько у снаряда 482 у меня нет дамага 543 даже в лучшем случае но я ему туда херак вам потому что вот бонус за попадание в люк т-80 то есть у челленджера 3 а у т-80 еще из еще и повышенный дома ну за что за что не любят советские опыты объясните что чем люк на крыш на башне челленджера лучше люка на башне т-80 он выпирает меньше это понятно вот вылезаем на т-80 видим его сладенькие борта в которые под углами проваливается куча дамага кстати стингер и какой-то по мне втащил с полным дамагом но это наверное сверху где-то слева да никто же никого не прикрывает наверно когда я выезжал да благодаря таким вот ай черт не успел вилять пытается т-80 но и конечно не поможет опять вижу что он целится мне в люк можно повыеживаться по пердобак опять куда-то пули прилетела снаряд за ним причем прячется челленджер за 80 но правда шотный был поэтому ему простительно теперь а у челленджер нет кумулятивов на думаю все заметили но неважно я не то не такой фанат кумулятивов вот в пве против ботов с ними хорошо играть ну какого хрена то ёптать как без как можно было промахнуться я не помню как я в как и промахнулся ну куда почему сна сейчас такой попал понятно сзади другой челленджер меня подпирает фуловый ты должен был меня объехать и встать передо мной они сзади меня чувак опять стиграми исполнилось видимо стигры знает больше чем я о уязвимых местах челленджера просто издалека он сюда стреляет и стреляет на час но почему фуловый челленджер едет назад фуловый челленджер вообще должен забыть про заднюю передачу едь вперед я не знаю где таких сакунов бля в эту игру находит это наверное улиточники которые не привыкли к тому что у них танки неуязвимы сзади меня блять пт х а спереди их своей бестолковой башни опять челленджер мешает супер стрелять т-80 не обращает внимание на валять а мне ствол не опустить я уж прикрою его не ради юродивого на ему это не помогает смотреть нет он все-таки сделал свой выстрел на 1800 дамаг я не знаю на челленджеры я играю вот так я просто еду вперед накидываю урон сколько могу и подыхаю потому что ну вообще на нем играть не интересно он унылый он реально уныл он разносит уныние как только челленджер стрельчает лоб лоб другого челленджера это все это бля 5 минут дрочки друг другу стрелять в этот лючок или трахать друг друга фугасами все это по 150 по 200 дамага вот посчитайте до 2800 жизни по 150 по 200 дамага это блять больше 20 выстрелов риску а больше десяти 15 выстрелов надо получить и чтоб все не сдавать им были ведь просто просто нелепая перестрелка и был бой и была победа и понесли 1800 урона зато 4000 я вывез по разведданным это кстати хороший способ прокачки этого танка просто прийти вперед и собирайте на него разведданные то есть обнаружите врагов по которым будут стрелять те кто может нанести нормальный урон да и пробить то что но сам челленджер объективно он не дамажащий танк это бочка с хитами разменная поехал снарядов на принимал там насветил всем и все то есть 10 тысяч она это удвоенный опыт там поэтому ну просто за нихрена не делал не я просто ехал вперед вяло вяло пострелил поэтому не надо мне писать что играю ним как днище я просто не хочу на нем играть не на нем играть не нравится вот до чего ненавижу т-80 но даже на т-80 было интереснее играть на эти на челленджере когда играешь отсутствует какая-то интрига блять ты вообще бесстрашно бесстрашно можешь херачить вперед все равно ты сдохнешь только минут через пять под шквальным огнем то есть где тут этот время защита отраженный урон еще и полторы тысячи урона я тупо отразил тупо не прошло потенциальный урон без пробития еще косарь полученный урон 2800 жалко тут общие не пишут сколько вообще смешанного всего всего сколько урона прилетела ну так что еще надо приуныть что я там все кстати прокачал никуда мне не надо закинуть челленджер не хотел бы себе такое звание вообще звание не понимаю почему-то зачем-то на старшип амфибия новобранец рекрут 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 четвертого класса пятого класса агент скорпион блин будет рекрут пятого класса как жопу разница кто вообще это видит какой мне там звану когда убьешь вроде пишут не знаю ну вот собственно стандартный бой рядовой в которой попадает челленджер видите что у нас полкоманды челленджеров у них полкоманды челленджер абрамс и леопард 2 вообще непопулярные танки в этой игре по моему все любят англичан и совочков ну как видно да я никогда не видел чтобы леопардов до вторых в команде было больше двух абрамса и вообще даже двух никогда не видел в бою даже двух не видел один на две команды всегда абрамс я не знаю почему нет я знаю почему я догадываюсь почему потому что я сейчас в пве уже стоковый абрамс прокачиваю его даже боты разбирают это маги в общем как и т-80 они видимо равны по бронет просто лабимся ствол хуже вот а челленджер это король пве туда въезжаешь просто боты тебя вообще ничего не могут сделать даже в задницу не пробивает по моему просто танкуешь там танкуешь ну чё за торта давайте так значит в этом бою сейчас попытаюсь 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 реально играть не на не на отстаньте от меня пожалуйста как говорится а нормально типа как вот как вот типа бои тащить чтобы вот вам уже 1 1 полуплюшечка но это от чела от чела промахнулся бам еще куда он куда он мне целиться в задний батюб задний бачок куда в кругу что надо выпадать вываливаться на т-80 потому что 80 хорошо пробивается в отличие от всех остальных танков но почему нет и сразу загуслили главное стрелки блин хреново да как-то в нижний даже в даже в нижний лист т-80 челленджер я смотрю не пробивает запредельная уныние да ну почему его скрысили то прямо из-под снаряда ну кто этот кто это редиска в общем то места куда челленджер может пробить т-80 остаются и без нижнего листа я просто чаще под башню стреляю там более дамаг такой но издалека конечно херово попадешь конечно это зон такая чтобы упор стрелять но и меня вообще-то не пробивают вот так и играют на челленджеры стоят блять получают дома как это весело боже мой мне вообще сначала пока снаряды почему-то блять летят ниже прицела стабильно мне вообще показалось сначала что акция черная 5 200 процентов опыта она для того чтобы люди быстрее челленджера прошли а теперь выше полетела сейчас это пока мой наводчик наводчику блять птицы в прицел наверно насрали я не знаю почему так косо а вот она пятихаточка первая пошла да я одной рукой уже в носу ковыряюсь да потому что ну зачем мне двумя руками играть на челленджера сейчас опять почему-то а чё мы загорелись уж кто поджег ты челленджер только не ты один знаешь где что он туда поджигается я тоже в курсах вот ведь я ему тоже стреляю по фарам из-за того что издалека издалека он хер там когда загорится вот уже и бак починился или танк в порядке как ничего не там сказали попробуем мифический фугас потому что у меня снарядов уже мало остается на счет смотрите 15-11 мы побеждаем попробуем фугасом то залупнуть я себя чувствую как как на блэк принцы сука в улиточке его тоже нихера не пробивают о враг горит а фугас смотрите-ка поджигает я даже сказал что лучше фугасами и женщин тогда уж ну чё ж ты не загорелся то сволочь может быть стоит этому танку все кинуть на дамаг и гулять фугасами тогда фугасы может будут дамажить нормально есть попадание есть попадание есть для пожара нету очень плохо то что там попадание я бля рад просто орудие уничтожено обосраться а чинить мне нечего отлично хорошо хочет здесь ремонт никак улитки 10 минут нормально быстро чиниться странно что сейчас он не соизволил мне в борт шмальнуть до черемуха ну чё бы я без тебя делал как ты классного возник тут в прицеле надо было все таки давить это хотя бы весело понятно только чью-то жопу увидишь как она взрывается что за наказание медленный медленный танк блять но почему ты сука не горишь на повреждение узла бензобак нахуй него повреждения где-ка где пожар я повредила кто-то сейчас подожгет за ебись лично да он горит хуя блять вот такая бля вообще ну я говорю это геймплей на седьмом левеле на танках он серьезно бля уже честно просто вообще у меня и на т-80 игра не шла потому что челленджеры апнули они биться перестали пиу блять из сломанной пушки вообще как сука из рогатки выстрелил ну серьезно против этих челленджеров не интересно играть ни за них не интересно ни против не интересно это пиздец челленджер ебаный переносчик уныния он заебал реально я седьмой левел ненавижу уже в этой игре я представляю что дальше та же самая хуйня только все не пробиваются не горят заеби как он не гусенисты порвал в этом этой восьмидесятке пора уже на жопу это как на автобус вешать блять вы нас влево вы нас вправо при повороте на метр я после боя глянем сколько там я заблокировал урона наверно миллион кстати клан изи мистер слим минус 2 минус 2 фрага а как минус 2 если у нас всего два человека умер он убил союзника и себя что еще посмотрим что чуть такое за борода как как минус 20 или он после итогов боя уже кого-то вольнуть успел да 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 давай грузись бузончик ничего так это запилили конечно но в картах все равно и там под мотив терминатора что-то такое там начинать это разведданы 900 а это просто 2 не минус 2 2 вообще мне показалось сейчас минус 2 написали он похрен статистика метод а подробно заблокировано уронах 10 тысяч один из тысяч урона заблокирован ой боже как как интересно на него потрясающая машина не она по за по защите она вот просто лучше на своем левеле но косу как на ней играть уныло я представляю что я бромс походу такой же только брони меньше но тоже скорее всего никого ни хрена не пробивает сколько тут пробиваемость топовая 423 у снаряда да здесь топовая пробиваешь снаряда 429 нихуя себе смотри как прогресс я не знаю как я буду корречься на бромсе походу 7 левел это левел разочарование в этой игре сука думаю чё гружусь так долго это антивирусник странный там обновляется сид говноед в общем подводя итоги чем уже сказать по поводу челленджер один машина была однозначно худший на своем левеле при таком стволе и с дыркой во лбу даже 2800 2800 здоровья и и не спасали вот но когда дырку во лбу и заделали в предыдущем патче забыли у нее видимо списать часть здоровья по которого теперь у нее слишком много вот абрамсу здоровья понерфили а челленджера что-то нерфить не догадались у челленджера с такой броней должно быть 2200 здоровья 2100 здоровья то есть чуть больше чем 2000 2800 нахрен ему не надо его и так не пробить куда куда столько-то налупили то есть вот такая живучесть должна быть у мауса world of tanks там или в улиточке тоже вот чтобы он просто в лоб не бьется здоровья много это маус он такой должен быть вместо этого там они пробиваются ваншотятся чего угодно делать ну не ваншотятся хотя смотря куда у ли улиточки все ваншотится принципе главное знать точку g ой здорово чувака опять смотрите просто вот восьмидесятка вылезла сразу и в бортик херакс а вот в а вот мне в борт выстрелили чё и ничего блять вот если бы еще наводчик у меня которому в прицел насрали мухи блять быстрее наводился сука падла сейчас бы я уже имел 800 дамага с лишним говноед поганый всю засрал вот поэтому челленджер до аппа был худшей машиной а теперь он после аппа он просто засрал игру просто его слишком много и он слишком бесит ну птур чё птур давай о надо же завел птур смотри-ка мне в какое-то какое-то мега уязвимое место но сейчас вот бмдшки они взяли моду вставать вот там в конце конце аллеи в кустах несказанно к несказанной радости всех танководов то есть там ни хрена не видно вот челленджер поехала сейчас тоже птур выхватит поэтому вот обратите внимание что теперь туда никто не ездит бои бои вот на более взрослых левелах они стали ближе к вот этой горке куда и шишки на карте потому что там вот ну реально только птуры собирать а здесь принцип такой как танки как его в картохе да здесь можно ехать куда угодно на этой карте арта не диктует абсолютно правило но куда угодно сводится к одним и тем же местам то есть вот один догадался что можно оттуда птуры кидать все все бмдшки теперь там стоят нет пробития но леопард 2 видите что тоже да в лоб не пробивается то есть единственный кто здесь пробивается в лоб теперь это абрам с этой 80 хотя если я думаю что леопард не пробивается только потому что у чейнджера пробой говно вот это видимо тот случай когда пробитие у т-80 хоть что-то дозначит у меня фугас заряженный просто поэтому не стреляю смысла нет и команда абсолютно не поддерживает это вообще никак повреждение узла видите вот даже в задницу то туда где нет брони стреляешь и все равно повреждения нет 80 к бы урон сейчас получила сто процентов узкая узкая это он по-своему сейчас в херачил абрамс челленджеры прут задние зеркала вообще не смотрят походу у абрамса есть уязвимое место но это очень очень узкая щель то есть самый дырявый танк здесь это т-80 него аж три уязвимых места просто во фронтальной проекции как правильно говорить во лбу короче хочешь в люк хочешь вниз хочешь блять под башню куда угодно стреляй можешь наугад стрелять куда-нибудь попадешь в точку g пытается пытается поджечь меня и у меня есть ремкомплект как бы после первого пожара я починюсь чтобы потом с первого же выстрела не вспыхнуть утечка топлива повреждена это значит что я не загорюсь с первого выстрела или загорюсь учет не очень врубаясь что-то утечка топлива враг горит вот фугасом бам чинимся нахуй срочно очень кайфово в упор когда стоишь попадать ему в эти фары в эти точки g издалека туда хер попадешь а вот отсюда вот враг горит единственное что когда его поджигает кто-то другой он получает много дамага когда поджигаю я он дамага получает очень мало почему-то починил починил он собак видимо потому что он сейчас должен был загореться вроде как ведь как ерзает сучара не дает поджечь о ну блять горит пиздец я не знаю пианика поссать на него можно и он потухнет что это за пожар такой но на 2800 дамага его нажег ну короче ездит куча челленджер теперь по рандому куча челленджеров и пытаются друг друга поджечь нет и пытаются друг друга отжарить насколько это интересно как вы думаете да ни на сколько вообще никак то есть ты как маус блять вываливаешься у тебя уязвимое место это ровно пять пикселей в окружности нахуй в которой не надо давать попадать и ерзаешь ты дергаешься то есть то когда а по эти технику но посмотрите там на тестовом сервере как она себя показывает чё люди говорят то есть ну ну просто тем более техника которая достается на халяву да я уже говорил почему эта халявная техника то есть она должна немножко страдать она не должна гнуть да но челленджер не гнет но он сока портит игру реально свою этой гребаной неуязвимостью на пару с этим вторым ну леопард как я вижу он тоже не пробивается но он не портит игру потому что леопардов такого количества бешеного нету в рандоме ну хоть обосрись нет столько леопарда потому что он не халявный никто не успел просто его прокачать а знаете почему никто не успел даже в черный 5 потому что все увидели что челленджер неуязвимый да тогда еще даже не знали что он горит вообще что можно фары стрелять все кинулись по-быстрому налупили себе челленджеров и в итоге вот вам хреново туча челленджеров и унылый унылый геймплей седьмого левела ну вот результат результат этого боя как я люблю меня медаль разведчика на об этой блин кстати в этой игре разведчики знаете что тут не как в картохе за первый засвет да то есть кто первый обнаружил больше всех врагов тот и все тут общее число обнаруженных врагов высчитывается то есть если кто-то обнаружил 14 врагов я после него обнаружил 15 врагов то медаль моя то есть я так это понимаю потому что иногда но серьезно я не не могу понять я как бы обнаруживаю врагов по которым уже стреляли не мне все равно в итоге выдает разведчика значит а прогресс шишкин чё за прогресс шишкин нахрен это шишкин прогресс чё я хотел-то а личное дело напоследок глянуть да сколько сколько у меня средухи на этом челленджер 2200 практически 2199 то есть при том что он разносчик уныния но этот разносчик уныния все-таки имеет такой средний дамаг ну вообще конечно получается что тем врагов уничтожено больше чем смертей но как-то сказать где у меня этот т-80 на т-90 но это пока пве но короче у меня на т-80 при том что говорят что лучший танк рандома у меня на нем 2000 дамага даже нету да я не умею играть на советский я не тоже не умею я вообще не понимаю советские танки в этой игре я не могу найти общего языка с дырявым танком которого мощный ствол но он очень очень косой блять издалека на нем стрелять нельзя жизни меньше всех танковать он не может короче и динамику тоже мы забыли апнуть в комментах кстати пишут что даже разработчики подтверждают что статистика на на советских танках самая маленькая но я уже говорил почему они днищенствуют потому что их и так пол рандома забита если они еще и гнуть начнут то будут бои на сто процентов состоять из советских танков играть на всяких там леопардах и абрамса будут только ради эстетики короче говоря вот так но это уже какой какой раз уже об этом говорю неважно вот этот бой а где где эта победа еще хотел просили в комментах показывать сколько урона заблокировано сейчас посмотрим финальном бою заблокировал отражение 2 800 урона ну потому что если я так понимаю если вам наносит фугасный урон или что-либо повреждают этот урон не считается отраженным ну то есть видно да что если челленджер воюет вблизи то он не так много урона отражает а если он воюет издалека то отраженный урон там за 10000 колец стабильно в итоге почему я назвал это видео переносчик уныния потому что когда люди встречают в рандоме челленджера не видит какой неуязвимый хотят такой же неуязвимый танк себе в итоге они тоже прокачивают себе челленджер и таким образом уныния на седьмом левеле в пвп боях становится все больше и больше